Мы сегодня с вами находимся на замечательном объекте. Это комплекс Понтиамо Байкому, где интерьеры продумывал известный итальянский дизайнер-архитектор Паула Навуны. И мне здесь, например, очень нравится, понравилась идея с полами. То есть здесь, собственно, полы сделаны бетонные, шлифованные, здесь сделаны прекрасные какие-то затеневые узоры, которые соотносятся со всем остальным интерьером. Когда включается вечерняя подсветка, они начинают играть и всем по-новому. Но у этих полок в них есть один такой существенный недостаток, который следует учитывать. То есть в данном помещении он приемлемый, но есть ли помещение, где влажная атмосфера, или где люди могут заходить с улицы во время дождя, да, или помещение, где, может, там часто льется ванна, там, не знаю, какие-то мокрые зоны, кухня, ванная комната, то нужно учитывать, что у данного материала при очень хорошей шлифовке у него повышается вероятность подскользнуться на нем. То есть он становится очень скользкий, если риск упасть. В данном видео можно еще также рассмотреть, какие материалы имеют какие-то плюсы, недостатки, да, используемые для жилого интерьера. Например, если мы говорим о пленке, очень удобный материал, у него там много плюсов в плане износостойкости, в плане износостойкости к интегрессивной среде, да, там, это материал, который используется, там, допустим, для кухни, для ванной комнаты, для прихожей, для мест с большой проходимостью. Легко моется, убирается, очень долго служит, существует множество вариантов пленки, множество материалов, с которым надо делать. Это тоже керамогранит, или это будет натуральный камень, или это будет керамическая пленка и различные ее покрытия. Но нужно учитывать, опять же, да, в каком помещении она будет использоваться, насколько скользкая или шероховатая у нее поверхность, опять же, чтобы не возникло риска, там, на ней подскользнуться или упасть, на предмет каких-то сколов, если падается тяжелый предмет, да, на эту плитку и так далее. То есть, если мы говорим об использовании материалов для пространства, для жилого пространства, для, допустим, для гостиной, для спальни, то здесь мы уже вполне можем подбирать материалы, которые, так сказать, менее устойчивы к агрессивной среде, например, влага, да, или какие-то абразивно-чистящие средства, потому что там, ну, не происходит такого большого загрязнения. Но в то же время необходимо учитывать, допустим, встроенные конвекторы в пол, да, то, что если у нас встроенный конвектор в пол, если очень большой перепад температур существует, необходимо постоянно, там, для паркета, для массивной доски продумать поддержание влажности в помещении, да, это можно добиться благодаря грамотной системе кондиционирования воздуха, хотя бы, как минимум, влажнителе воздуха, который будет работать с определенной периодичностью. Говоря о детских комнатах, то помимо безопасности необходимо предусмотреть экологические стандарты, и сюда добавляются такие пункты, как звукоизоляция, как какие-то, ну, амортизация, да, напольная покрытия, например, то, что можно сказать о пробке, потому что дети и играют на полу, да, то есть они, маленькие дети, часто троеют какие-то игрушки, они строят какие-то города на полу, и, соответственно, очень часто что-то падает, если у нас будет, допустим, плитка, это неизменно будет все разбиваться. Если это будет паркет, то есть риск того, что какие-то острые приметы будут падать на пол и втыкаться, оставлять следы после себя, которые уже ничем, кроме как закрыванием паркета и водополосной шлифовкой тоже никак не уберется. Для детских в этом плане прекрасно можно подойти там пробковые покрытия, или если очень хочется дерево, например, то мы уже используем дерево более твердых пород. Продолжение следует... Продолжение следует...